Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия. Я Александр Петров. Новости Австралии за 15 ноября 2021 года. Новости интересные, новости, которые позволяют по-другому, по-иному взглянуть и на Австралию. Это не просто страна кенгуру, кала или ACDS. Это страна, где, по крайней мере, решаются судьбы мира. И я говорю не только о модной ныне болезни, но и о многих политических сдвигах, которые, в частности, допустим, идут в отношении Китайской Народной Республики и возникает много вопросов. Но начнем с первой новости. Вообще, канал Sky News – это очень правое издание. Когда его называют левыми, крайне правые, мне кажется, они не дружат с головой. Это часто встречается у представителей крайне правых партий. Я не говорю о умеренных крайне правых, хотя как могут быть умеренными крайне правые, как, впрочем, и крайне левые. Я говорю о главных лицах, которые поддерживают те партии и те движения, которые в том числе выступают против насильственного игла, укалывания населения. Это люди, которым я сочувствую. Это люди, которые вместе со мной, но в данном случае они не правы. И сейчас канал Sky News задается вопросом, а кто лучше бы был премьер-министром? Джошуа Фрайденберг, который сделал Скотта Моррисона лидером нашей страны, лидером партии либеральной и либеральной коалиции и, в общем-то, Питер Дата, нынешний министр обороны, который заявил, что он не отказывается от мысли стать следующим премьер-министром. Речь идет о том, что по существующему положению внутри партии не могут однопартийцы съесть, как они обычно это делали раньше, съесть своего лидера и поставить нового до выборов. Но если лидер партии проигрывает, то, соответственно, как Акела, он должен уйти, если он промахнулся. И вот здесь у меня возникает вопрос, а кто вообще хуже? Я думал, что умный, образованный, не имеющий пятен своей репутации, человек, пользующийся огромными связями, огромным влиянием в мире и внутри страны. За ним стоят толстосумы, которых Питер Датон в глаза не видел, как это Скотт Моррисон. Я думал, что это самый худший вариант для Австралии, но я боюсь, что если бы от меня зависело, я бы все сделал, чтобы был Фрайленберг будущим лидером. Этот регономист, этот тетчерист, но не Питер Датон. Посмотрите даже на его фотографии, посмотрите на его послужной список. Это человек, который фактически готовит нас к войне. У него, по-моему, нет башни вообще. Но если австралийский народ и избиратели проголосуют за Питера Датона, значит, так тому и быть. У меня тогда будет много вопросов к адекватности нашего населения. Я считаю, что такие люди, как Фрайленберг, они в действительности не безгрешны, но они нормальные. Такие, как наш министр обороны, ну, не знаю, не знаю. Пол Китинг задается вопросом, стоит ли воевать с Китаем, потому что именно Питер Датон сказал, что так как себя ведет Китай и он может атаковать Тайвань, если он атакует Тайвань, значит, Америка начинает войну с Китаем и Австралия начинает войну с Китаем. Между прочим, это совершенно ничего не значит. Этого не было раньше. Это то, что придумали себе такие лидеры, как Скотт Моррисон и Питер Датон. Вы можете подумать, что это какой-то мелкий вопрос. Ребята, это серьезно, это вообще-то война с ядерной, нехилой ядерной державой, у которой население, да у которого армия больше, чем население Соединенных Штатов, если они, конечно, поставят всех под ружье. Поэтому я не понимаю, как можно задавать такие вопросы, как можно об этом вообще говорить. И Пол Китин говорит, что это безумие, то развитие, которое сейчас идет в США с очень большой деградацией права, с большими стрельбами какими-то в школах, с деградацией культуры, с агрессией, которая есть в этом обществе, вполне возможно, что какое-то 10 лет пройдет, и демократии в Китае свобод будет больше, чем в Соединенных Штатах. Я думаю, что он обходит, мягко обходит вообще вопрос по его собственной, по нашей стране, по Австралии. Но Пол Китинг недоумевает, хотя, по всей видимости, он прекрасно понимает, куда мы идем, кто нас туда ведет. Очень хотелось бы, чтобы люди это начали понимать, потому что те суда, которые будут воевать, те самолеты, которые будут что-то там бомбить или что-то защищать, там будут сидеть австралийцы. Если даже иракская и афганская война добрала десятки жизней наших солдат и контракторов, то что будет, если мы прижемся в войну с Китаем? Главное, зачем? И Пол Китинг совершенно прав. Я бы очень рекомендовал вам послушать вот это интервью. И понятно, что Sky News, они на стороне Питера Даттона, они на стороне, они как собаки, прицепились к Китаю. Там тоже не все гладко. Но, ребята, нам бы как-то подумать о собственной безопасности. И если мы так радеем за то, что надо силой защитить отсоединившуюся территорию, отсоединившуюся и защитить Тайвань, который принадлежит Китаю, по идее, то, может быть, тогда надо защищать всякие Донецкие и Луганские народные республики или здесь двойные стандарты. Ну, мы поехали дальше. Скотт Моррисон – это тот человек, которого уже не считают за лидера, уже обсуждают при живом, дай бог ему, долгих лет жизни, чтобы он всегда понимал, что он вообще натворил для страны. Но при еще действующем примере обсуждается, кто его сменит. И этот человек, не понимая, что он проигрывает, он скоро вообще будет проигрывать по популярности самому Албанизе. Я даже не знаю, кто может проиграть Албанизе, но сама динамика такая, что даже по личной популярности Албанизе начинает нагонять Моррисона. И мы даже не говорим о партийной популярности, потому что либеристы уже на 8 поинтов опережают либералов. Если будет 10, то это уже почти что фатально. Не всегда, но почти всегда. Но при этом Скотт Моррисон заявляет, что очень много было сделано хорошего. Вот хотел бы я знать, что. Я этого лично не вижу. Но он надеется победить на выборах. Трудно, говорит, будет. Да, я, говорит, андодог. Ну, не допесок по-русски. Но и андодоги выиграют выборы. Ну, если выборы состоятся, это тоже вопрос. Интересная новость из Японии. А Тойота, между прочим, не очень хочет, чтобы мир принадлежал двигателям электрическим, таким как Тесла и Тойота возглавляет борьбу, куда подключились и Сунзуки, Кавасаки и несколько еще других известных производителей мотоциклов и автомобилей. И Мазда еще очень там дометный такой игрок. Они говорят, что не стоит списывать двигатели внутреннего сгорания со счетов. Что будущее может быть эндоэкономичными двигателями внутреннего сгорания. Я думаю, что в действительности японцы начинают понимать, а, собственно говоря, что им готовит новый мировой порядок. Что вообще будет происходить в очень скором будущем. Есть ли там место для Японии вообще. Это очень трудолюбивый народ. Народ, который рачительный, который очень беспокоится об экологии. Это люди, которые достойны того, чтобы жить, в конце концов. Но те люди, которые вершат судьбу мира, в Японии не находятся. И я думаю, что Toyota и в случае с вот этим, с этой революцией компаний, которые используют двигатели внутреннего сгорания, это лучшая компания-производитель автомобилей и двигателей, соответственно. Я думаю, что эти компании, эти люди поборются еще за свое, собственно говоря, будущее. Не будущее своих автомобилей, своих заводов, своих бизнесов. Я думаю, за будущее своей страны, своих стран. Потому что не только Япония и не только Китай об этом беспокоятся. Думаю, многие страны. Корея, кстати, не только северная. Но мы поехали дальше. Ученый Пол Тейлор открыл Америку. Говорят, что он какой-то нейроученый, что он вообще доктор наук. Ну, докторов наук очень много. Ученого Пола Тейлора я, честно говоря, не слышал. Не знаю, может быть, почитай где-нибудь в Википедии, может быть, все-таки он где-то хоть известен. Но вытащили его не случайно. Он говорит о том, что есть пять способов, чтобы победить корона. Ну, это самое. Надо иметь очень низкий сахар крови. Надо высыпаться. Надо вести здоровый образ жизни. Надо много иметь витамина D. Я думаю, любая бабушка на окраинах Рязани это прекрасно знает. Но вот что эта бабушка не знает, что самое главное, это получить два заветных укольчика. Это здорово помогает поднять иммунную систему. Мне смешно, когда таких псевдоученых для такого вот дела используют. Это не тупость системы. Система отнюдь не глупая. Но система рассчитывает на то, что ее слушают идиоты или люди, которые станут идиотами. Я боюсь, что система в этом не ошибается. Вот это действительно пугающе. Итак, дорогие друзья, я понимаю, что, наверное, донес вам эти новости немножко в саркастичном тоне. Я понимаю, что они не очень радостные. Радостна сама жизнь. Выйдите на улицу. Жизнь совершенно не изменилась. Те люди, которые, кранобесы, которые вам говорят, что все плохо. Плохо, что они есть. Плохо, что они пытаются заставить нас жить по законам, которые они же для нас и изобрели. А жизнь сама классная. Спасибо. Спасибо.